Всем привет! Сегодня я покажу вам, как плести вот такое вот колечко в технике мозаика. Так как в этом колечке есть полоска посередине, а с двух сторон остальных оно симметричное, это будет нечетная мозаика. Для плетения колечка нам понадобятся нитки, игла и два оттенка бисерделика. Я взяла нежный бежевый и зеленый, как наша птичка. Я набрала 7 бисерин, 3 бежевых, 1 зеленую и еще 3 бежевых. Отпускаю их вниз к катушке. Кстати, обратите внимание, я катушку не срезаю для того, чтобы когда нить закончится, я могла просто отмотать еще и начать плести в другую сторону. Так на нашем колечке будет минимум узелков. Мы берем еще одну бисеринку делика и проходим в бисеринку нашего первого ряда во вторую сверху. То есть одну пропускаем, во вторую проходим. И затягиваем. Первая приплетенная бисеринка выглядит вот так. Сейчас мы будем приплетать бисеринки, получается, через одну. Проходим через зеленую или другого цвета, зависит от того, какого вы ее выбрали. Получается вот так. Набираем еще одну бежевую бисеринку. Одну бисеринку нашего первого ряда пропускаем и проходим в следующую бежевую. Получается вот такой элемент. Нам нужно приплести еще одну бежевую бисерину. Но обратите внимание, тут сейчас будет нюанс, который отличает нечетную мозаику от четной. Он состоит в том, что у четной мозаики тут следующей была бы такая же выступающая бисеринка, и мы бы просто продолжали плести подряд. А в нечетной мозаике нужно сделать небольшой крюк. Проходим в нашу первую бисеринку первого ряда движением снизу вверх. Теперь нам нужно сделать так, чтобы иголочка при следующем прохождении была направлена в эту сторону, тоже снизу вверх. Это значит, что нам нужно сначала выйти из этой бисеринки движением сверху вниз, а потом нырнуть вот в эту снизу вверх. Для этого нам нужно вернуться по ходу плетения на пару бисеринок назад. Я прохожу через нашу одиночную бисеринку и через одну бисеринку из пары, затягиваю. Теперь прохожу в бисеринку из пары, которая расположена рядышком. Прохожу через нашу одиночную бисеринку и через крайнюю. Теперь наша ниточка и иголочка вышли в правильном направлении. Мы можем нырнуть в эту бисеринку движением снизу вверх и продолжить плетение. Сейчас все будет просто. Тут бежевая бисеринка. Приплетаем рядышком еще одну бежевую. Ее пропускаем, в выступающую бисеринку проходим. Дальше наша зеленая полосочка. Значит, мы набираем еще одну зеленую бисеринку и проходим в выступающую бежевую. Набираем бежевую бисеринку и проходим в крайнюю. Начинаем плести наш следующий ряд. Набираем бежевую бисеринку, которая будет крайней. Еще одну бежевую бисеринку и проходим через зеленую. еще одну бежевую бисеринку и еще одну, но тут опять нужно будет делать крюк. Проходим сразу через три крайние бисеринки, которые у нас есть по ходу плетения. Разворачиваемся и проходим через соседнюю бисеринку, через две следующие бисеринки и возвращаемся в нашу крайнюю бисеринку в правильном направлении, движением снизу вверх. Продолжаем приплетать наши бисеринки. Тут все просто и очевидно они приплетаются через одну. Бисеринки уже выстроились в правильном порядке и сами нам подсказывают, куда нам что нужно приплести. Разворачиваемся и опять доходим до того места, на котором нужно сделать разворот нашего плетения. Проходим через три крайние бисеринки по ходу плетения. Тут разворачиваемся и проходим в соседнюю от той, из которой вышли, в нашу промежуточную и еще в одну. Выходим с нужной нам бисеринки движением снизу вверх и продолжаем плести. Продолжаем плести так, пока колечко не будет нужного размера или пока не закончится нить. Я сплела примерно половину нашего колечка и у меня закончилась нить. Сейчас нам как раз пригодится катушка. Я отматываю примерно столько же, сколько у меня было в начале. Срезаю нить с катушки и сейчас продолжу плести в другую сторону. Так как у меня сейчас нить выходит так, что я сюда не могу приплести бисеринку и мне нужно приплести бисеринку, вот получается, вторую сверху. Я немножко попетляю, точно так же, как делала это раньше. Я прохожу через соседнюю бисеринку и две бисеринки по ходу плетения, которые расположены пониже. Тут прохожу в соседнюю. Я пытаюсь пройти сразу в несколько бисеринок, у меня не получается, значит лучше проходить через по одной. И в верхнюю бисеринку. Сейчас в эту бисеринку мы ныряем сверху вниз. И можем продолжать наше плетение так же, как делали это раньше. Теперь плетем до того момента, пока колечко не станет нужного размера и будет обхватывать наш палец. Я сплела полотно колечко достаточно длинное для того, чтобы обхватить мой палец. И теперь буду соединять две стороны. Обратите внимание, нужно чтобы эти две стороны дополняли друг друга как два кусочка пазла. То есть тут у меня выступают крайние бисеринки, а тут у меня выступают как раз те, которых нет тут. Это значит, что мы сейчас можем эти две стороны соединить. Мы складываем пополам колечко, сопоставляем две стороны и сшиваем между собой эти два ряда бисера. Мы выходим из верхней бисеринки, проходим через верхнюю первой стороны, потом через вторую бисеринку на второй стороне, следующая бисеринка с первой стороны, следующая на второй стороне. Просто проходим через бисерины, чередуя стороны. И вот опять первая сторона. Если немножко растянуть колечко, то видно, что как проходила нить. Стягиваем обратно и проходим точно также в обратном направлении. Проходим через соседнюю бисерину. Теперь через ту, которая находится по уходу плетения. Так мы еще раз проходим по боковым бисеринкам с двух сторон и надежно фиксируем плетение. Все, наше колечко надежно сшито. Оно уже даже не растягивается. Для того, чтобы закрепить нить, нам нужно немного попетлять по плетению, по ходу плетения. И, в принципе, этого достаточно. Нить будет закреплена достаточно плотно. Но я предпочитаю еще сделать несколько узелков. Я просто поддеваю нить, которая находится между бисеринками, которые мы плели. Образуется петелька. И в эту петельку я прохожу нашей нитью и иглой. Прохожу в бисеринку по ходу плетения. Немножко подтягиваю. Так узелок спрячется в бисеринке и его будет совершенно незаметно, а фиксация будет чуть надежнее. Эту нить можно уже обрезать. То же самое делаю со вторым хвостиком. Немного петляю по ходу плетения. Делаю узелок. Подхватываю нить между бисеринками. И прохожу в образовавшуюся петлю. После этого прохожу в следующую бисеринку по ходу плетения. Подтягиваю. Наш узелок спрятался. Его совсем не видно. Нить можно обрезать. Прямо под корень. Вот такие яркие колечки у нас получились. Вы можете использовать любые оттенки бисера. Те, которые вам понравятся.